Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2. Не только планы открыть собственную пиццерию рухнули у Леши Адеева, но и строительство любви на Доме-2 заморозилось, как и планы поехать повидаться с сыном или праздновать Новый год вместе с очередной возлюбленной. На поляне Леша добиться симпатии от Яны Захаровой камеры мешают, как считает Надежда Ермакова, вне периметра уже он Яне не нужен, а на работу на Доме-2 и личную жизнь предпочитает разграничивать. Сложный выбор Алексея Адеева на будущее еще более проблематичным становится, что обещанная им стажировка на должность ведущего так и не состоялась. Справились многочисленные рулевые телестройки и без него. Анна Брянская, который Леша мечтал пристроиться, про его страстную к ней любовь уже не вспоминает. Остается бездомному Адееву надеяться, что хоть кто-то из женщин-подписчиц, которых он зовет на поляну, в ряды участниц согласится поближе познакомиться на новогодних праздниках. Сможет ли Алексей Адеев заложить фундамент новой любви в наступающем году? Как думаете, Ильяну Захарову все-таки обяжут проектную версию любви с ним отыграть? Если делать нечего совсем, можно на общей кухне Дома 2 обсудить проблему, куда же пропали яйца Максима Моргенштерна, который отправился в душ. В дневном эфире выяснилось, что искали Фаберже Моргенштерна на поляне Дома 2. Тем более, что Анна Мадан утверждала, что у него их и не было. Потом в реальной жизни и соцсетях Макс будет деньги пропавшей с карты искать. Пока же объектами шуток со стороны Дмитрия Васильева стала эта пара бегунков, в которой Моргенштерна считают не просто подкаблучником у Анны Мадан, но она сама не может своего парня отстоять. Возвращались на телестройку Максим Моргенштерн и Анна Мадан в уверенности, что теперь их трогать не будут, а пришлось не только комнату свою Николычукам уступить, но и ехидные шутки в коллективе выслушивать. Может, уходя с проекта Клава Безверхова, мужественность и мужское достоинство Макса Моргенштерна с собой прихватило? Или с уходом друга Артура Кулакова потерял Моргенштерн интерес к лидерству не только в коллективе, но и в своей паре с Анной Мадан? Ведь тема потерянных им Фаберже еще явно всплывет в других эфирах Дома 2. Кристина Бухенбалта при каждой ссоре и расставании с Артемом Грантом обязательно должна вспомнить свои предыдущие отношения с Женей Ромашовым. В дневном эфире в диалоге с Яной Захаровой опять припомнила Крис измену Ромашова с Настей Бигриной, хотя прошло уже более трех месяцев, и эту историю ей следовало бы отпустить. Только обидно Бухенбалта, что все мужчины, с которыми она старается строить отношения, ищут ей замену хоть в периметре, хоть среди бывших участниц Дома 2. Еще обиднее, что во всем происходящем даже преданные фанаты винят брюнетку, которая не только своих кавалеров пытается постоянно контролировать и унижать, но и сама опозорилась на новогоднем корпоративе. Как могут эти проектные мачо Ромашов и Грант изменять в приме телестройки, недоумевает Кристина Бухенбалта. Оказывается, не просто могут, а бывают счастливы, найдя ей замену. Не это ли обстоятельство заставляет Крис постоянно вспоминать Женю Ромашова и свое с ним расставание? В то время, как Сергей Сидоров покинул Дом 2, его бывшая Адриана Утина осталась на проекте и уже подыскивает себе новую жертву. Ни для кого не секрет, девушка страстно мечтает выйти замуж, причем многим кажется, Адриана настолько загорелась мыслью о замужестве, что ей скоро будет все равно, за кого выйти замуж. К слову, новых претендентов на свою руку и сердце Утина встречают уже во всеоружии. По крайней мере, сама девушка явно убеждена, что новый цвет волос ей к лицу и только зрители, наблюдающие Адриану с экранов своих телевизоров, придерживаются иного мнения. Последние уже высказали свое мнение, что, мягко говоря, специфической внешности Утина была еще ничего в образе блондинки, а вот с новым цветом волос стало совсем плохо. Он не подходит к тону кожи девушки. Кроме того, он подчеркивает ее огромные зубы с брекетами и непропорционально большой рот. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк, не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта Шлок. Новое развлекательное шоу с элементами экстрима «Звезды в Африке» подошло к концу, но уже идут разговоры о съемках продолжения захватывающего дух реалити. В связи с большим интересом телезрителей к проекту, ведущая канала ТНТ Ольга Бузова устроила в своем блоге в Инстаграм опрос, кого зрители хотят видеть среди героев шоу в следующем сезоне. Несмотря на комичность ситуации, подписчики Бузовой хотят видеть во втором сезоне «Звезды в Африке» Тарасова и Даву. Не перебор ли, за кого в таком случае будет болеть Оля и переживать? И кому она начнет вставлять палки в колеса? Скорее бывшему мужу, чем несостоявшемуся жениху. Финалистами в первом сезоне реалити стал футболист Вячеслав Малафеев и блогерша Юлия Гаврилина. При этом Юля проявила удивительную стойкость и смогла преодолеть свою фобию – боязнь змей. Но в борьбе с Малафеевым Гаврилина проиграла. Напомню, что главным призом в шоу «Звезды в Африке» были деньги – 5 миллионов рублей, которые победитель отдаст в фонд спасения диких животных. В финале было несколько сложных этапов, а решающее испытание на выносливость проходило вдали от лагеря. На съемочную площадку героев телешоу доставили на вертолете. Малафееву и Гаврилине пришлось стоять на платформе с вытянутыми руками, в которых они держали фигурки животных. На спасение этих видов и будет отправлен выигрыш. Тиктокерша Гаврилина быстро сдалась, и амурские тигры остались без финансовой помощи. Зато повезло снежным барсам. Футболист Малафеев даже после объявления победы продолжал символически держать их в течение 16 минут. Ведущая Дома-2 Ольга Орлова уже не первый раз отвечает своим подписчикам на вопросы о детях. Поклонники Орловой ждут новости о ее беременности от супруга, однако слухи об интересном положении звезда телеканала You отрицает. Ольга Орлова сожалеет, что не стала матерью во второй раз. Она призналась в инстаграме, что хотела бы воспитывать еще одного ребенка, но у нее ранее не получалось еще раз забеременеть. 44-летняя телеведущая в прекрасной форме постоянно получает восторженные сообщения от поклонников. Ей пишут, что в новом браке она может родить второго ребенка, но слухи о беременности она опровергает. Как уже были новости, Орлова активно путешествует с супругом по разным странам, занимается благотворительностью. В скором времени зоозащита в шубе из рыси полетит в Антарктиду, где ее ждут настоящие новогодние приключения. Вам кажется, неужели вы считаете, что в таком положении я решилась бы полететь через весь мир в Антарктиду, комментирует Орлова в вопросе о ее округлившемся животике. Ведущая не отрицает, что она положительно относится к детям суррогатному материнству и считает, что многие семейные пары счастливы благодаря возможностям современной медицины. На данный момент Орлова живет с супругом и сыном в загородном доме, планирует в будущем справить новоселье в новом семейном гнездышке. Решится ли Орлова пойти по пути матери Влада Кадони, у которой недавно родился пятый ребенок? Скоро узнаем! Одни бывшие участники Дома-2 подводят итоги уходящего года, другие делятся своими планами на будущее. Ольга Рапунцель, успешно распродающая вещи, вывезенная из поляны Дома-2 год спустя после ухода с проекта, решила открыть свой магазин. Устала она на почту ходить и посылки отправлять, жалуется жена Дмитрия Дмитренко в своем микроблоге. Пока же Ольга Рапунцель, которую больше не зовут на новогодние съемки на телестройку, строит планы на будущее в сфере интернет-торговли. Тем более, что муж Дмитрия Дмитренко что-то успехами, как артист театра и кино, похвастаться не спешит, а распродажа вывезенного с поляны имущества идет вполне успешно. Вдруг получится у Ольги стать успешнее других выпускниц Дома-2 именно в торговле. Маргарита Овсяникова сообщила в своем блоге, что отец ее ребенка не является публичной личностью, он хорошо обеспечен, но не согласился назвать его имя. По словам подписчиков Маргариты, она уже два года состоит в отношениях с отцом будущего ребенка и они живут в двух странах – в России и на Кипре. Марго уже на седьмом месяце беременности ждет ребенка, но как бывает в таких ситуациях со звездами, ее не устраивает гендерная сторона, опять же из-за несогласия ее второй половины. Интрига за интригой, но Марго стойко держится, отрицая, что беременна Дмитрия Тарасова, который стал героем ее последнего видео-эйфория. Тем временем над беременной Овсяниковой издеваются подписчики Насти Костенко, которые были уверены, что Марго беременна именно от Тарасова, поэтому скрывали информацию об отце ребенка. Поклонники Ольги Бузовой наоборот поддерживают Овсянику и пишут, что Костенко прилетел бумеранг, потому что Настя в свое время увела мужа из семьи. Овсяниковой по-прежнему легко избежать огласки, но журналисты не дремлют и уже появились первые предположения, кто же тот таинственный бизнесмен, который будет воспитывать вместе с ней малыша. Будет ли свадьба или Марго станет матерью-одиночкой, усилив слухи о ее романе с Тарасовым. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.